я вырос в деревне зависимый наркоман-алкоголик из тема для тебя тебе сто процентов поможет они это замечали и я как-то пытался постоянно их обманывал здравомысленно много что не стоит делать здоровый мужик и брал у них деньги чтобы торчать каким я хотел в голове представление у меня было попробовал подсыпал мне понравилось и потом я периодически я так делал я хотел чтобы мы были на одной волне не знал же что мы это сделали подсыпали и консультанты не пидорасы уже короче ребята нормальные все так меняется привет давай как это познакомимся как тебя зовут откуда ты приехал и что те самган привелось привет привет друзья зрители меня зовут андрей мне 27 лет зависимый наркоман-алкоголик сам я из города сальска приехал к вам в питер в гости дать ну сказать свою свою краткую историю о том как я начал употреблять как потерял смысл жизни и после того как как я прошел реабилитацию как я как из изменилась моя жизнь какая она была в торче и что происходит сейчас какие наркотики ты употреблял наркотики именно баклосан мефедрон лирика но именно употреблял эти а так пробовал еще экстази бутират спать траву может что-то забыл вот такие вот пробовал употреблял расскажи о своей семье где ты вырос сколько у вас детей мама папа кем занимались какое-то образование про семью я вырос в деревне мама папа обычные работяги у меня они работали продавали мясо ну поселок маленький это нормальное дело там у всех есть их хозяйство но знаете папа от самого детства я помню он постоянно пил уходил из дома пил с друзьями его дома практически ну часто его не было наркотики именно как я вот начал уже пробовать это я уже сейчас и это я понимаю что именно зависимость она была именно уже и самого детства не не то что я там в 20 лет меня угостили я употребил и я стал зависимым нет это самого детства шло у меня как когда я брал пример с папой мамы ну в частности с папой он для меня примером был что вот он там пьет как как мне казалось там умеренно в меру к нам приходили в гости часто посиделки и я брал пример с них то что я вырасту и тоже так буду первый раз это в 20 лет наркотики это был бакласан обстоятельства в селе я был мне позвонил друг и предложил употребить но почему он мне позвонил и сказал такие слова то что братан есть тема для тебя тебе сто процентов поможет так и у меня был страх комплекс за заикание и я не мог трезвым просто общаться там слово сказать поговорить и он мне позвонил сказал есть тема тебе подойдет и все и я сразу я уже до этого долго время что-то такое подобное искал и пробовал сам себя лечить всякими на 1 на тропами там травами чаями искал именно успокоения был такой не обоснованный страх просто необоснованно не именно страх а прям паника ужас вот такие чувства и я хотел заглушить употребил бакласан и все я там столько энергии было я в 20 лет употребил до этого времени я жил в страхе в стыде комплексе неуверенности низкая самооценка вот все что негативно есть вот это все у меня было в голове внутри и за одно употребление бакласана это все вышло наружу вот просто это настолько энергия почувствовал силу вот это уверен уже негатива не было были плюсы уверенность там смелость добрый стала общительный отзывчивый душа компании ну вот это все плюсы были но они то были на период действия наркотика и тогда я уже все психологически именно подсел на это и начал уже потом в дальнейшем уже каждодневно употреблять расскажи где сейчас друг как сложилось его жизнь именно если этого друга который мне дал попробуем сейчас время в реабилитации находится вот у него сейчас тяжелый этап его жизни переломный но опять же там если он захочет из измениться и поверить что это работает но у него есть живой пример в виде меня и он именно я его считаю что зам замотивировал своими изменениями он перед заездом центр он много у меня спрашивал интересовался как что и я считаю я поспособствовал то чтобы он туда лег как родные и близкие отнеслись к изменению в твоем поведении изменениям они у них было много страха я это чувствовал у мамы у бабушки они постоянно часто спрашивали что с тобой ты какой-то странный стал не адекватный они это замечали и я как-то пытался ну постоянно их обманывал то это вот и какую-то историю придумал говорил что это что-то произошло типа радостное да вот потому что у кого-то там не знаю может днюха была вот выпили и вот поэтому я себя так чувствую и весь этот страх у постоять часто у мамы был страх вот когда я гулял она мне писала эсэмэски звонила в три в четыре в пять утра ты где приезжай домой у меня там тревога а я тогда этого не не понимал ну наверное не понимал но и мне было все равно тогда пять лет суммарно пять лет я торчал ну почти первый год наверное я не каждый день был употреблял а потом через год я начал каждый день уже употреблять потому что она стала наступила такая стадия что я употреблял потому что было классно как-то говорится он на наркомана период у розового употребления а потом я уже употреблял потому что я не мог не чтобы не употреблять но тут вот своей подачи своего примера также употреблять баклосан или какие-то другие да стал один друг которому я давал и баклосан попробовать и потом меме мефедрон ну я знаешь я не виню себя то что я это сделал тогда и это был его тоже в выбор то есть если мнение не я бы дал то кто-то другой бы да он сам бы нашел потому что рано или поздно он бы тоже начал употреблять и если мы в одной компании были вот практически все из из моей компании они сейчас торчат употребляют но если бы не я это дал то кто-то другой какой-то там скажем посторонний скучаешь по ощущениям от баклосана и какими они для тебя были вот только честно скажи честно сейчас нет потому что я сейчас нашел свой путь жизни трезвый и меня удовлетворение жизнью сейчас на на настолько наполняет еще больше чем баклосан и меф в перемешку что мне даже не с ней нужно их употреблять но я нашел свое дело не не нашел а делаю действия к своему делу там цели и это просто дает очень много энергии не это не описать сколько там я когда я употреблял наркотики если сравнить что сейчас происходит как я себя сейчас чувствую и что какие-то тяги были ну иногда в мыслях когда что-то увижу где-то что-то какой-то диалог там то мысли есть но там сразу же что здраво здравомыслия много что этого не стоит делать даже вот где я сейчас жил там нет там мужики пили вчера и сегодня предлагали мне тоже алкоголь но я сразу сейчас я скажу да выпью что потом и все насмарку и какой ну и цель который я иду и не достигну поэтому когда ты плотно сидел на баклосане какая вот дозировка в день было у тебя его 50 средняя 50 миллиграмм это пасть повседневная дозировка но как когда мне если ну и когда я ехал на какую-то тусовку движ там было 100 миллиграмм 100 120 именно чтобы было еще больше энергии чтобы но именно знаете так скажем вот сейчас я могу сказать чтобы было настроение моросить общаться вот такая дозировка была его же еще как-то я знаю растворяют колят выпаривают что-то с ним делают блин я забыл да я его нюхал да я украшил ну на то и сейчас я прям думаю что ну да меня чуть-чуть давала что-то но не сильно прям как и от мефа там какая-то эйфория сразу в голову нет но давала до колоть но у меня слава богу мысли такие меня пугали они были когда в голове что-то надо типа может уколоться но мне сразу страшно становилось куда брал деньги на тусовки наркотики первое время работал я работал матросом на корабле вахтой там по 30 дней 30 дней в море за заработал денег пришел домой 30 дней и были деньги вот первое время это год может плюс-минус полтора я долгое время то было но брал у мамы с бабушкой долгое время то сколько лет 20 я наверно это может 22 года я у них брал на тусовки я сейчас понимаю что при здоровый мужик и брал у них деньги чтобы торчать вот но некоторое время я сам себя обеспечивал вот когда уже работал баклосан это таблетки правильно до блистера эти там он тюбик и в тюбике 50 штук и они такие маленькие сколько прошло периода у тебя был первый наркотик баклосан потом стал мефедрон какой период года два два с половиной я торчал уже банк на баклосане в перемешку с пивом алкоголем и через два два с половиной мне этот же друг опять предложил меф до который сейчас слава богу время в реабилитации находится первое время когда не было вот это розовое опять употребление как где это слово взяли было все четко хорошо не было проблем потерь вот этих слова такой потери и было классно я сейчас вспоминаю именно ощущение не то что я делал потом под мефом нет это вообще ну бред именно ощущения да но сейчас я еще гораздо лучше себя чувствую скажи еще пожалуйста вот как ты начал употреблять мефедрон соль как изменилось то состояние если за мех взять то первое вот если употребление взять очень много опять же энергии сил именно каким я хотел в голове представление у меня было что я вот таким хочу быть вот так говорить вот так делать и вот я употребляю это этот меф я таким становился но это в моей голове это я таким был а сейчас я вижу когда такие же люди думаю также а я трезвый наверное это внимание она обращаю и я понимаю что так так не было у меня там бред был я говорил бред чепуху всякую но и не было ни страшно ни не стыдно вот и первое ощущение они конечно вау потому что и он у него очень сильно психологическая именно же зависимость потому что он просто сразу в голову дает вот это много эйфории некоторое время я считаю на пользу он шел но на пользу именно в плане там тусовок если взять вот там была польза первое время также общительные общаюсь хожу что-то спрашивают тусуюсь марашу там весело прикольно первое время конечно я чувствовал и прям искренне верил это в эту пользу что она есть но когда я я же в перемешку употреблял баклосан и меф вот тогда она давала еще большего чтобы баклосан он усиливает эффект и было ощущение такого бога что ли я всем всемогущим был все мог все хотел хотелось именно именно ждал завтра что я завтра буду делать так как я хочу жить мечтаю но этого завтра не было скажи пожалуйста ты знаешь историю бывших соупотребителей кто-то слез или кто-то умер может из твоих вот за весь период как ни странно живые пока все я прям удивляю но не то что удивляюсь но пока все живые слез кто никто но кроме этого друга который в центре ну дай бог он слезет на тоже не факт а также все торчат все я там предлагал некоторым что есть такая программа группы и все у всех отрицание работает да не не это со мной не будет и ну все также торчат кроме вот одного друга смотрели твои видео до этого и видели там что у тебя были ты там говорил что проблемы с девушками вообще вот когда ты начал употреблять что-то поменялось конечно я тогда когда я употреблен и же знакомился с ними и я мог любую ну когда употреблял с любой познакомиться и сразу находил общий язык контакты ну так скажем тех технично вешал лапшу на уши которые но они верили но может делали вид что верили но это получи получалось очень здорово у меня там рассказывать сказки под кайфом будучи и отношения с девушками тогда сразу мне ведь этим же еще и понравились наркотики что с противоположным полом отношений очень много было но не очень много было бы но были отношения и что такие очень таких много спонтанных было у меня отношений что раз раз и уже там переспали оп там еще что-то сделали ну ведь этим тоже на нравились нравилось торчать наркотики же пожалуйста вот был тоже видео там момента что ты подмешивал наркотики девушкам расскажи об этой ситуации для чего это было вот первично и как это вообще на ум пришло после этого в комментариях очень прям достаточно комментариях было что его надо в тюрьму его надо заявление написать посадить там убить гада то ну такого не было и а я же наверно на видео не сказал типа простите извините сосажется сожалею что я сделал ну если я тогда говорю как я тогда чувствовал и делал если это не сказал это не не габрину ящу поражает они просто вырывают люди в комментариях и фразу из контекста не зная смысл что я говорю вообще и пишут как будто это так и есть просто меня это поражает я хотел чтобы мы были на одной волне так как я был веселый на бодряках такой на общении а многие нет девушки и это спонтанная мысль произошла подсыпать я нигде не слышал не видел ничего я сам к этому пришел мне никто не не говорил на там пациент четко будет нет я сам пришел спонтан к этому и попробовал подсыпал мне понравилось и потом я ну так дело периодически я так делал не сейчас я понимаю что как-то я настолько не было в плане наркотиков негативного мышления чтобы может быть плохо кому-то от них или мне тоже не было что со мной такого не будет до этого он там передознулся много употребил умер и все а когда я там подсыпал девушкам друг у нее там сердце слабо еще что-то и могло быть все печально закончится но в плане наркотиков употребления работала позитивное мышление что такого сама не будет сколько примерно девушек вот так ты посыпал сейчас точно не смогу сказать но нарко ведет набор на социальной основе реабилитационный центр оказался в трудной ситуации не знаешь как жить дальше позвони предложение ограничено сейчас у меня наверно заказа копать и больше в комментариях ну пятерым думаю тут точно 57 где-то но именно знаешь некоторым то я втихаря делала некоторым я уже предлагал я просто видел что они не против будут и многими уже предлагал но немногим некоторым они становились более раскрепощенные правильно да именно в постели вот у меня это то и привлекло потом что когда пересвали с одной девушкой вот так употребленная когда она стала что я подсыпал и не это понравилось и как она общалась вела себя и мне это сразу понравилось и ну и потом я уже начал с такими уже общаться знакомиться чтобы не подсыпать короче расскажи про этот самый извращенный секс который был у тебя с этими с этой девушкой или с этими в этом в этом состоянии из извращенный нет он был жаркий жаркий такой мощный но из извращенного там ничего такого не было чтобы что-то мы такого делали но нет просто было много чувств именно вот уже в постели до постели там много слов именно но энергии много знаешь и знаете вот этим цеплял а такого извращенного ну не было ну наверное я не дошел к этому чтобы что-то извращенное было под употреблением стала ли какая-нибудь из этих девушек впоследствии зависимо от котиков не знаю я с ними вообще ни с кем не общаюсь сейчас может быть может нет ну я думаю до меня дошли бы эти слухи если кто-то они с ним стали бы потому что я ж но оттуда то с кем-то общался общаюсь из того круга и мне никто не гонишь что такого не говорили значит с ними нормально все я считаю скажи пожалуйста про девушку которую везли на скорую с передозировкой я сейчас не знаю что с него вообще где начали я это тоже спонтанно вот так мы со друзьями были в заведении там в ресторане и а у меня уже на готове в тот момент уже всегда именно в этой живот толст что это такое не знаю теме вот здесь кармане сразу таблетки эти были подмешаны уже с водой и то есть в порошок и сделал мешал и уже они на готове были познакомились там ну там друга знакомая была но она нет нет там трубу курит и так далее он говорит давай и сделаем она стопудовая понравится и так далее она уже была сильно пьяная прям одну и мы ей подсыпали ну я ему дал а вот он это уже сделал и ей потом плохо стало мы-то думали что это ну это по-любому из-за из-за этого но может скорее всего плохо бы не стало чтобы она там уснула если бы она была не так пьяна сильно но так как бакласан это был он же усиливает эффект любой там и прям как-то я увидел что и несут короче там двое пацанов на улицу в машину я думаю блин и это вот как раз я понимаю что это от этого я тогда испугался очень сильно ее увезли больницу и я думаю чем не делать ехать туда не ехать страшно сказать что это из-за этого никто не не знал же что мы это сделали подсыпали признаться сказать вы какой-то понесли наказание с этим другом нет девушка уже вообще да да все нормально слава богу вот сауну моем употребление таких печальных исходов не было ни со мной не с моими совпотребами не с тем девчонкам кому я подсыпал как-то все это стороной обошло все плохое то есть вообще сейчас вот смотря назад какое-то раскаяние за вот эти действия за возможно кому-то судьбу покалечил возможно нет возможно для кого-то опытом был если бы я сейчас спросили сделал бы я тоже самое если сейчас ну отмотать время то наверное ну да то же самое бы я сделал это тогда поступал и делал так как и мне мне хотелось так как я думал нормальным это делать при при встрече конечно я им там скажу извините вот так вот так если они там не дай бог это видео еще увидят там те видео и это тоже конечно я не буду ходить там хвастаться вот я ее там вот это сделал там свои дела грязные но такого чтоб раскаяния сожаления нету расскажи историю свою перед ним как это было слава богу она была одна такая сильно это был мефедрон я употреблял мы с друзьями как как с друзьями сам сам потребами ребята девчата были взяли мефа грамм может 7 или 10 у нас была толпа там целая и мы купили подняли приехали и тип короче черти дороге он прям сразу весь миф то вот так на стол высыпает у нас там человек может 7 окружила стол и чертит короче я пони я смотрю я там 2 у нас прям очередь короче 2 3 пошел шел короче и я вижу что как какие там дороги большие жирные я думаю ни хрена себе я ему говорю мне меньше сделал он говорит нет нет доверься четко будет ну и все я употребил но я естественно же под баклосаном то был они-то трезвые еще ну там может пьяные были но я-то под баклами постоянно был и мне это очень сильно дало прям в голову сразу не вот эта эйфория когда я употребил а именно сразу голова болеть начала сразу я почувствовал как поднялось давление именно от болью вот здесь где-то в районе лба и вот здесь и стало очень плохо голова кружиться начало дыхание сбилось страх сильный поднялся сердце быстро начало биться я чувствую я боюсь сейчас вздохнуть глубоко думаю вдруг вздохну и сердце остановится еще что-то я сильно испугался и короче и мы по получается это баня была я пошел кое-как сам иду так на стену как-то облокачиваюсь опираюсь и пошел туда в дом в дом специально чтобы лечь успокоиться прийти в себя и по дороге думаю позвонить скорую дума блин сейчас приедет скоро они-то поймут что я употреблен и страшно звонить было и кому-то сказать что позвонили и слава богу я пришел лег на на кровать и минут 20-30 я в себя пришел ну и что вы думаете что я потом пошел делать полю сразу же пошел опять нюхать как это работает и в итоге проходил программу в реабилитации как ты вообще туда попал из-за чего расскажи ну как из-за чего из-за употребления наркотиков конечно из-за употребления это одно из-за действий что я делал под наркотиками и вот это привело еще к употреблю к реабилитации что и родители видят что я похудел вообще там практически с дому перестал выходить и вы знаете я не помню чтобы они мне говорили что можете помощь нужна там типа реабилитация таких диалогов не было но все-таки они решили меня туда отдать мама уже такой край был что я днями и ночами меня дома не было я каждодневно уже начал нюхать употреблять уже начал там вообще сильно обманывать не появляться телефон специально отключать и там с работы уволили прав лишили уже начал сильно моросить там и уже у них столько тревоги и много стало что они решили меня положить центр в реабилитационный и правильно сделали я считаю а вот эта история про то что ты голый бегал по дому по улице по лову способствовал пауль я хотел эту историю обойти да да она там не по улице а по дому по двору по дому да конечно я над на глазах у них дома сошел с ума вот опять же этот тону говорится что я думал со мной не будет такого это с тем будет он передознулся много употребил у меня у самого такое произошло и я на тот момент не понимал вот реально я не понимал что я делаю что меня глючит это так в реальность и все так было эти люди я я не помню чтобы я кого-то видел там но глюки были эта история этот это случай поспособствовал конечно чтобы они меня отдали в реабилитацию перед этим они отдали меня в детокс прокапаться я прокапали меня и поехал я на консультацию к психологу мама мне говорит я говорю да хорошо а потом домой да 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 домой потом и все я приезжаю открывает дверь сейчас он мой уже спонсора анти соедович здравствуйте наставник у меня в трезвости и я думал и что это психолог сейчас с ним поговорю и уеду меня понятия не имел что такие места есть что мы сейчас закроют меня не спугнули высокий забор решетки на окнах огромный дом 3 это двухэтажный трехэтажный трех и все я там остался меняться так скажем что происходило с тобой приходи сколько ты там пробыл вообще в общей сложности я там пробыл 22 с половиной месяца происходило долгое время где-то год месяцев может 15 12-15 мне там так плохо было это вообще ужас кошмар просто от такой проживал и происходило первое время я хотел всеми путями и способами выйти оттуда чтобы меня забрали покинуть это место так как я не не верю же никому не доверял мне говорили к это болезнь ты зависимый надо здесь находиться надо это это делать какой я зависимый о чем да вот это отрицание как говорится да в программе это было в течение года поспособствовало выходу из-за из отрицания вот уже внутренняя мотивация не то что там много ребята консультанты мама много делали действий чтобы меня вы чтобы я вышел из этого там отрицания но это не это по все поспособствовал я считаю не на это все равно было вообще там то чтобы мама плакала там последние деньги тогда мне было все равно когда я был в отрицании на поспособствовало то что никчемная от это никчемности я устал что я по ним я знаю уверен в голове что я могу вот все дело то что мне говорят в реабилитации я это могу делать я знаю что я это буду делать но я как представляю сколько мне это делать надо в реабилитации непонятно же там год полгода два года и меня это пугало что каждый день одно и то же дисциплина и в один момент я устал просто мыть не курить писать от меня уже даже в реабилитации уже отвернули все вот я никчемным но в номер один списке был в реабилитации и поспособствовало то что я из этого начал выходить и вышел то что у меня всю жизнь же была от эта цель мечта артистом стать я такой перед сном думаю слушай диалог с собой ведом какой я нафиг ну какой с меня артист если я вот такой сейчас здесь грубо говоря там не из-под палки купаюсь моюсь в столовую мне предлагают подежурить я нет говорю хотя я умею готовить я знаю у меня получается все получится и обманываю много вру делаю зло людям даже там находясь в реабилитации надо делать добрые дела я делаю плохие дела я понимаю что надо попробовать ну довериться ребятам консультантам ну какие практики проходил чем занимался что ну там терапия писанина там утруднение это что вот чем стоит лечение в реабилитации и там работают с психологией с психикой и восприятием ну с я считаю там негативно с негативным мышлением и чтоб я брал на себя ответственность ставил цели планировал день стрессоустойчивее становился так как групповая пропись она дает о себе когда один и тот же текст пишешь молча писать молча но потом это очень тяжело именно в голове психики и там же перекурова особо это практически мало когда пишешь и само место по себе там много напряжения по что много народу и постоянно нам не вариант просто силы чего-то ждешь там надо идти доброе дело сделать написать помочь там злость есть проговорить замечание поставить там ну на нормальный реабилитант у него расписан день что он будет делать всего сегодня первое второе третье десятое двадцатая и так далее все и из как когда я вот делал начал делать эти новые поступки по-новому да там добрые дела те же все что говорили начал делать и я почувствовал первые изменения буквально через месяц вот внутри в голове я почувствовал да ну нафиг вот это уже и и нормально мне здесь в реабилитации все хорошо решетки да и хрен с ними и консультанты не пидорасы уже короче и ребята нормальные все так меняется а я понимаю что это только малая часть которая ждет дальше по выходу и по выходу из реабилитации я положников у меня очень много было консультанты всякий раз мне давали всякие новые положники но это видя ответственности там задания делать которые меня что мне надо было делать из-за невыполнение этой этой ответственности мне меня там или могли перекуров лишить в ночь писать там субординации дать под конец мне уже давали жесткую ответственность потому что по нормальному я не понимал уже где этот центр в ростове был до в ростове а сколько человек в центре одновременно проходила программу вот на твоем этапе сначала было по моему около 35 40 потом человек 60 стало больше больше да сейчас еще сейчас еще они больше там два что ли открыли ну приток очень большой и постоянно люди люди обращаются туда заезжают и все это клиника организация становится все больше 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 мог ты оттуда куда-то выходить нет могут оттуда выходить то те кто делать что говорят консультанты тех иные возят и на группы на мероприятие у нас есть в организации выезды там или группа футбол нам на улицу выйти там хлеб забрать покурить консультантами на улице и вот таких ребят ну часто такие в реабилитации это назвали наверно благами потому что не выходя я первый раз вообще из центра выехал на месяцах 13 за год вот это тот период когда только-только меняться начал чуть-чуть и меня сразу вывезли короче из центра и все я почувствовал что на ней он реально помочь хотят мне они качают там деньги как как я думал тогда я были какие-то попытки побегу оттуда попытки были такие грандиозные да я вот в течение года перепробовал три попытки по моему такие я понял что они не работают одна из них была это я когда выпил там шампунь чтоб не стало плохо цель была конечно выйти мне станет плохо меня отвезут больницу а из больницы в больницу приедет мама заберет меня оттуда и я поеду домой я реально в это верил так тогда я сейчас понимаю что оттуда просто так не невозможно выйти ну бизнес чтобы ты не изменился сбежать тем более нереально это сделать потому что консультанты сами это прошли все и сами понимают и знают что новичок там и что у него в голове и что он чувствует и поэтому нереально на моем пути вот времени и сейчас сколько я знаю но не было таких случаев скажи пожалуйста и с родственниками имел какую-то связь первое долгое время мне не давали звонить потому что я бы просился домой я прям черный был знаете вот там реально да блин первый раз я позвонил на новый год потому что я приехал там 14 декабря по моему и 31 позвонить дали все классно здорово четко остаюсь мне нравится а потом я понимаю что у меня в голове месяц и сейчас типа домой поеду месяц проходит да ну нафиг что никого нету что ли и я понимаю что ну не хочется в это верить что я здесь до конца в реабилитации что мама такая плохая на тот момент у меня в голове было неужели она меня настолько не любит вот у меня было в голове что она меня сюда отдала и не общается самору как она за мной не скучает не ну такие мысли были а что это наоборот про проявление заботы любви что в меня она спасти хочет я тогда вообще в это не верил первый раз я с родными после нового года если взять поговорил уже месяцах наверно на семи что ли восьми потому что мама была в рейсе на корабле работала и когда она по моему пришла домой вот тогда мне только дали позвонить ну и в этом разговоре не было смысла для меня потому что я понимаю как я же хотел что меня она забрала домой я понимал что ну вряд ли она меня за заберет него же консультанты говорят все и я как-то перед разговором я хотел все думал вот все это время как до этого звонка я почти каждый день думал чтоб есть сказать чтобы забрала а то 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 вот мысли настолько мышление работала чтобы сказать его такую вот слово фразу чтобы она все при приезжаю забираю и и я понимаю что в голове такого ничего нету и это же не спросишь не ни у кого в реабилитации весь диалог идет на громкой связи под запись до есть правила звонка до это нельзя то нельзя не там единственное правило сколько мне помню ты же знаешь что проситься не не нельзя домой я да знаю все больше попроситься сразу там отключим и все вот так вот единственное право какое во сколько ребята там вот из своего опыта знания максимально могут проходить реабилитацию по времени сама максимально это я был в нашем центре рекорд поставил а вначале я бы потом после меня да после меня потом другой перри перебил меня короче я был двадцать два с половиной там после меня пацан был мужик 23 был месяца назвал бы ты вот рехаб тюрьмой сейчас нет а тогда когда я в него только попала когда у меня отрицание было конечно тюрьма все черти кто там и так далее да да так тогда да нет тюрьма и я даже хуже это место думал потому что в тюрьме я знаю срок когда я выйду а там то я не знаю срока когда я выйду и это место адом было ну на самом деле сейчас конечно нет сейчас это то место которое дало мне новую жизнь и консультанты ребята которые там поэтому я наоборот с благодарностью к этому месту отношусь сейчас тому руководителя центра прояснял поспекерить там в этом центре и может быть новый год там про проведу прояснял тоже чтобы туда заехать поэтому я наоборот с кайфом туда хочу постоянно приехать каким ты видишь свое будущее я хочу вижу прям где я не вижу знаю я вот чувство уверен что я великим станут великим не в плане популярным на весь мир популярные люди они есть же которые там плохие дела делают тоже а вот великие которые знаменитый на весь мир и добрыми делами прославились вот таким я стану вот в частности если такая масштабная цель это вот артист сейчас здесь некоторое время в россии и снг а потом через три года вот я приеду сейчас буду английский учить уже и туда на мировой уровень выйду и я уже присмотрел и прямо чувство вот как знаете высшая сила чувство вот я с ней сделаю фит ну трек именно вот то что стрельниц зайдет у нее такие мотивы чувствую как бог помогает мне в этом потому что вот песня делать что надо я же делаю что надо для удачного старта и у меня все получится что ты сейчас пожелал людям которые остаются в употреблении и их родственникам также родственникам бы я пожелал чтобы обязательно принимали меры кардинальный сразу прям вообще вот видят что человек употреблять сразу принимать меры пресекать реабилитация не верить вообще ни единому слову потому что человеку когда он употребляет вот как и каким я был он врет а кто употребляет наркотики алкоголь чтобы они пришли к той точке и чтобы начали меняться что поняли что так дело не не пойдет уже и надо меняться надо прекращать бросать употреблять и на моем опыте и вот нам что мало таких кто сами пытают у кого чтобы что они сами бросают употреблять таких очень мало и чтобы учились на опыте других самое главное вот когда человек торчит употребляет что именно с тобой это и произойдет что тебя может быть и передозировка и тебя могут посадить в тюрьму и вот это все что вы слышите вот это именно с вами и будет вот как и со мной произошло что я сошел с ума и бегал голый вот так вот друзья а теперь пойдемте на улицу и там я уже подробно скажу о своих планах о своем будущем как кем я себя вижу ты хочешь стать артистом и уже немного ознакомились твоим творчеством видели видео где ты поешь свою песню вот делать что надо когда ты написал расскажи делать что надо написал я эту песню будучи в клинике и написал и вот вышел сейчас из центра и только сейчас понимаю вижу как эти слова уже работают у меня в жизни и песня такая сырая еще я еще и переделаю то мало рифмы голоса но особенно в плане петь я не могу петь поэтому я не певец а артист вот также есть еще другие песни у меня новый год я тоже это что достаточно классная песня и все песни у меня про цели мотивацию ценности про такие здравые вещи и этим она они стрельнут понравится мне кажется людям что послужило мотивом написание мотивом конечно послужило то что я же с детства хочу именно артистом стать на сцене выступать и а песен своих то не было у меня и перед выходом из центра я уже начал там писать текста там исполнять ребятам эти песни и когда вышел уже мне уже был план чтобы были песни появится телефон записывать видео снимать выкладывать и чтобы была уже активность именно мотив был чтобы стать знаменитым у меня был мотив написать именно сны ну первые вот мысли именно куплет который понравится ну такой качевый типа так скажем да а именно такие глубокие именно песни смысл это уже в дальнейшем потому что такие песни особо не набирают у нас много там активности а такие вот веселые прикольные она стрельнет а она уже другие потянет песни ты хочешь стать блогером шоуменом или именно музыкальным исполнителем именно музыкальным из из исполнителем музыкальный исполнитель ну и как шоу шоумен и я себя вижу тоже потому что есть вам во мне вот такой юмор и открытость и не только вот многие артисты тупят в том что они только на сцене и все и поэтому они быстро падают они не ходят на другие передачи не не говорят о своих планах а только там у себя где-то в инстаграме и все но этого мало а у меня в дальнейшем вот такой план можешь ник немного буквально вот пару строк напеть зрителям своей вот песни я думаю они тебя поддержат в комментариях делать что надо для удачного старта серый день станет светом придет удача с приветом такие казалось бы простые слова но они обретают сейчас моей жизни другой абсолютно смысл тебя большие планы на 24 год поделись ими немножко что запланировал сделать я чувствую я знаю уже ну чувствую знаю уверен кто будет продвигать меня в нашем шоу-бизнесе это чувство вот не необъяснимо вот знаки бог в дальнейшем я считаю просто вот буду снимать снимать кто-то рекламу сделать поддержит а там дальше все за крутится дальше я это уже ну умею знаю как это усиливать активность и так далее двигаться как ты пришел к богу это было до или после употребления это было после употребления именно в центре много говорилось там высшая сила бог проявления не говорили нам центре что мы все везунчики что мы оказались здесь было нам говорили фразу под слов вы все здесь поцелованный богом то что вы не не умерли и я в том числе как бы сейчас себя описал в прошлом вот но буквально в двух предложениях никчемный неуверенный себе которого ну очень ленивый безответственный прошлом я был плохим я был я много плохого тоже делал людям а если сейчас то это все то же самое только в другом с другой стороны добрый позитивный открытый уверенный в себе